Всем привет! 18 июня, 22 год. Первый мой канал Олег Соскин. Обсудим следующую тему. Итак, вчера я неоднократно мы с вами обсуждали, я ее анализировал, ситуацию, которая сложилась в несколько дней. 15, 16, 17, ну еще 18 сегодня. В Ленинграде, сейчас они его называют Санкт-Петербургом. Как завтра назовут, может опять Ленинград будет, а может будет этот, как он называется, Путинбург. Вполне возможно, что и такое будет, а почему нет? Вот типа с Путиным там у них все время такая огромная уже там, период жизни этого города связан уже даже больше, чем с Лениным и с этим Петром и с другими. Почему не назвать его Путинбург или Путинград? Тоже хорошее название было бы. Какая разница тем, которые там живут? Они живут как эти биороботы. Поэтому, раз они не сопротивляются, вы же видите, то есть население полностью покорилось чекистко-кагибистскому режиму. Поэтому, если он скажет, вот ему скажут, давайте, Владимир Владимирович, назовем этот город в вашу честь, тем более, что он с вами связан. Вы тут и бандитствовали, и всякие дела творили, и тут в ЧК поступили, в КГБ, и отсюда уезжали, и приезжали. И тут Собчака охмурили вместе с его семьей. И тут его типа вроде как и дочку вроде как крестили. Ну, Ксению, вот почему бы не назвать. И тут все время приезжаете, каждый год на эти форумы. Ну, форумы, это вообще-то то, что я сейчас почитал. Там одного такого очень глубокого аналитика. Вообще-то съезды проституции такой, высокого уровня. Ну, не только высокого. Для такого истеблишмента это более такие эскортницы, проститутки. А для тех, которые пониже, для тех, так сказать, пришмандовки за бутылку адекалона. Поэтому разные. Ну, вот самое главное такое, в принципе, складывается. Вот если почитать, так вот о чем люди говорят, вот даже. То не буду ссылаться там на издание. Тоже такое уважаемое у них там в России. Там один тоже автор таким языком сложным пишет, сложным-сложным. Пока докопаешься, он там и так говорит, и так, и хороший такой форум, и так все хорошо. Но вот эти эскортницы, везде они. Вот. И там прямо уже доводят людей, этих женщин порядочных до состояния невменяемости. То есть все пронизано, весь форум пронизан вот этими эскортницами, а по-простому проститутками. Это мне в комментариях там пишет. Ну, так не часто, но вот это последнее было. Вот, Олег Ильич, у вас такие хорошие выступления и все. Но зачем вы используете вот такой язык простой и так далее, такие сложные категории, описываете такими всякими простыми речитативами. Ну, так вот, поэтому же я писываю, чтобы всем понятно было. Тем более, основная масса наш мыслит на уровне так называемой функции бытового сознания. Функция бытового сознания, форма бытового сознания, она характеризуется тем, что человек помнит в основном события, особенно если брать молодежь, вот, людей среднего возраста. Они помнят события, если они были плохо обучены, функционально неграмотные, не читают книг, не совершенствуются, не изучают иностранные языки, различные научные дисциплины, не тренируют свой мозг и так далее, и так далее. Не имеют духовной жизни, ведут примитивную жизнь физических, биологических истот. Ну, так у них как раз вот цикл сознания, памяти семидневной. Вот они помнят понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. В пятницу они начинают, так сказать, офигевать, получать удовольствие, развлечения и все прочее, прочее, прочее. И за субботу, воскресенье у них в основном все стирается, и в понедельник начинается новый цикл жизни. Ну, вот большая часть, так сказать, населения на территории Москвы, остатков Российской Федерации, недоразвалившихся в 91-м году, так и живет. Поэтому, собственно, вот в Ленинграде, который они назвали Петербургом, оно так и есть. Это, как бы, характерная черта любого события, и в том числе, вот, то, что они называют этим международным экономическим форумом. И я думаю, вот, давайте мы, как бы, немножко этот, вот, этот тренд образовавшийся попробуем обсудить и проанализировать. Ну, такой возьмем небольшой срез его сегмент. Ну, я вам говорил, мы все отмечали с вами это, и, так сказать, наблюдали. Вот, приедет он, не приедет этот гвозденыш ленинский. И приехал, таки приехал, вот, распознание составило полтора часа где-то в общей сложности. Ну, под видом того, что якобы произошла ДОС-атака. Брыхня полная, кому там нужна эта ДОС-атака? Сами все подключали и сказали, что ДОС-атака. Дело, видимо, было все-таки в другом. Они его везли и, видимо, не могли вывезти из состояния анабиоза. То, что я вам говорил. То есть, они его самолетом привезли. И у них больше времени заняло его привезти в физиологическое, как бы, активное состояние. Время удлинилось, чем они думали. Потому, как видно, есть какие-то перебои. И, видимо, эти страховки не помогли. А, видимо, тот объем вот этих каких-то препаратов, он не дает возможности сократить период. Видимо, он или большой этот период, или его надо больше, более длительные эти фазы погружать и так далее. Ну, я так думаю, может, ошибаюсь. Но у меня такое вот и складывается впечатление. Но он был активным, конечно. Там по разным оценкам говорили. Там где-то от полутора до четырех часов такой активист был. По полной программе живчик был. Но видно что-то с голосом. Голос такой, какой-то очень такой писклявый такой голос. И, в принципе, такое лицо, вот эта дутловатость. Ну, может, перекололи ботексом, может, еще что-то. Кто его знает. Но видно, что он как бы вот не тот Путин. Это однозначно по сравнению даже с годичной давности, каким он был. Ну, изъяснялся так достаточно логично. И, ну, ясно, что была подсказка в ухе. Это понятно. Как он без подсказки. Это просто невозможно. Но, тем не менее, выстраивал определенные такие цепочки, действия и так далее. Но важным для нас, что здесь таким самым показать. Ну, вот это первый аспект. То есть, что-то произошло. Вот все равно узнаем. Это же рано или поздно проявляется. То есть, видимо, я считаю, что это связано со здоровьем. Я думаю, они его, еще раз повторяю, в анабиозе начали из этого состояния выводить. И что-то у них не так пошло, как им бы хотелось. Ну, удалось. Удалось и, как Симоньян, как говорится, старалась, старалась девочка по полной программе, бедняжка. Ой, потом же ей потом будет, даже не вытрешь уже на все поколения, как говорится. Даже если будет у нее медаль за город Вашингтон, эти уже кадры все равно останутся. Но старалась. Все ему так поддакивала, под это самое, поддавала. Поддавала, чтобы он же ее оценил. Ну, и оценил по-любому, потому что она модератор была. А вот второй модератор интересный сидел. Это Такаев. Ну, этот сидел, как этот самый восточный, этот истукан такой, понятное дело. Но там два момента для нас самых важных. То, что он там говорит, это такое же. Язык дипломату нужен для того, чтобы скрывать свои мысли и не говорить то, о чем он думает. А Такаев прошел, как говорится, такие этажи всех этих процессов дипломатических, лестниц и зданий, что понятное дело, что в этом деле ДОКа. Но вот на вопрос по поводу признания этих Лугандоний, он так очень классически, конечно, отсоединился от Путина. Такую придумал байду, что Казахстан не признает ни Косово, там ни другие, ну, ни Осетию. Говорился, правда, назвал Абхазию, Южная Абхазия, потом поправили его. Волновался. Понятное дело, что будешь волноваться. Когда весь Казахстан пронизан московскими КГБстами разных направлений. Так это нальют этот самый, как Навальному налили, новичок в трусы. И все, и потом иди гуляй. Тем более у него жена у Такаева какая-то там новая. Кто она такая, неизвестно. Что за красный воробей. Ну и дальше смотрите, что происходит. Ситуация следующая складывается. Такаев сказал, что Лугандонию признавать не будем, потому что если всех признавать, так это развалится весь ООН, будет не менее 500 международных субъектов. То есть фактически завуалировал отказ вот такой, как бы, придуманной легендой, басней такой. Ну молодец. Не послал напрямую, а так вот с таким послал, но по-другому, интеллигентно. А второй очень важный момент, чрезвычайно важный, он уже как бы проявленный, что Такаеву Путин предложил, что он его наградит орденом Александра Невского и вручит его как раз в Санкт-Петербурге, тут же как бы эти озера там, вот, на которых Невский там этих тевтонов, рыцарей топил и так далее, и так далее. На что Такаев сказал, что он ордена не берет, вот, и ему этот, Киргизия предлагала, он не взял там еще кто-то, то есть сравнил Путина с киргизской моськой, представляете, еще с кем-то. Короче, наплевал Путину в его черное змеиное сердце по самое не могу. Налил ему туда какого-то этого своего Такаевского тоже непростого кумыса. Ну, теперь что будет? А теперь я вам расскажу, что должно быть. То есть мы видим, что произошло такое неприятное, неприятное событие для Путина. Ему позитива не дали. Он уже выбирал Такаева, Казахстан, население больше 19 миллионов. Он его, Такаева, благодаря Путину, Такаев стал президентом. Если бы не Путин, да никогда бы Такаев не стал. А тут он ему, как говорится, его как эту лягушатью черную душу плюнул Такаев. Вот. И так же мало времени прошло. Что ж там с января прошло? В январе 22-го года только он Такаева сделал президентом. Только там арестовали, сколько диссидентов. Сколько ввел туда свой контингент. Это захватывал Алматинский порт. Надо же было еще и пострелять этих непокорных казахов, чтобы Такаев расчистил там немножко себе площадку. И на тебе, отблагодарил. Такаев Путина отблагодарил. Ну, вот черная неблагодарность. И теперь смотрите, что получается. Получается такая ситуация, что Путин в долгу не останется, правда? Он же такой парень мстительный. Любую цепочку его действий, посмотрите. Что он делал с теми людьми, странами, организациями, которые пробовали поднять просто голос против него. А тут не просто поднял голос, а оказался неблагодарным, обманул, предал, не поддержал в спецоперации против Украины, не ввел контингент военный. Еще и от ордена Александра Невского отказался. Еще и взял и так на, как бы это мягко сказать, напакостил Путину по поводу Лугандонии этих двух. Асад, Сирия, тот сразу сказал все под козырек, признаю, присылайте Пушилин, приехал, вот, все признаю. А тут какой-то такая, в которого вот ниоткуда взяли и так облил помоями. Но теперь что будет Путин делать? Я вам выскажу свой сценарий. Можете там, можно сомневаться, можно нет, но похоже так. Исходя из его, так сказать, системы путинской. Вот. Ну, смотрите, какая тут интересная ситуация. В Казахстане проживает где-то 19 миллионов. Где-то порядка 60 процентов, это типа считаются казахи. Ну, там у них тоже нам разделены на эти улусы. Как там у них не улусы, но эти там типа такие, как племена, да? Подскажите мне. Ну, дело не в этом, мы про другое будем с вами. Итак, про русскоговорящее население. Оно практически, вот, если казахов отнять, то вот почти 35 процентов это русскоговорящие там, ну, которые себя русскими называют, ну, славяне, украинцы, белорусы, ну, и там еще всякие. То есть, вот, если их всех-всех сложить, то до 30 процентов может и набраться. И вот там есть в Казахстане очень тяжелая проблема. У них есть северный и восточный Казахстан, которые очень тяготеют к Москве. Я вам приведу вот такие примеры. Они, я думаю, очень интересны. То есть, есть возможность у Путина сейчас эту бомбу подорвать в Казахстане после того, что случилось. То есть, фактически, если так подумать, то Санкт-Петербург для Такаева это тоже очень такой символический в данном случае, ну, Ленинград город. Почему? Это как для Назарбаева, Днепродзержинск, нашей Днепропетровской области, Брежнев, там, Чебриков, где они его учили, это училище и так далее. А для Такаева, Санкт-Петербург, Ленинград, тут как бы были терки. Помните, зимой в конце 21-го года, там в декабре они собрались, там еще видео такое, где Лукашенко этого Назарбаева под ручку выводит, а Такаев так это уверенно с Путиным выходит. И там, помните, такая, если не смотрели, посмотрите, такой сюжет есть, когда Такаев пропускает Путина вперед в машину, на что Путин говорит, нет, сначала вы, а потом я. Вот это, вот это такие как бы знаки, знаки. И фактически Путин проверил Такаева на вшивость. Вот 17 июня, ну, по сути, почти полгода прошло после казахской революции, неудавшейся и раздавленной благодаря Путину и военным контингентам ОДКБ. Вдумайтесь, да? То есть Путин тогда же организовал ОДКБ, и они вошли и нейтрализовали восстание, правильно? А в данном случае Путину, что же надо для спецоперации было ОДКБ? А все страны ОДКБ не захотели войти в Украину? Только один этот голем поганый, мерзопакостный, Лукашенко. Ну, это украинская власть виновата прежде всего. Ну, и Кучма, конечно. Уже давно надо его было бы там люстрировать и фрагментировать. И давно и сейчас надо уже было бы туда все сделать и не ждать, пока они там боевую группировку под руководством российских военных создают. Это вообще, конечно, глупость полная. Вот. Ну, я потом про это расскажу более, как я вижу, потому что, конечно, это Польша, Великобритания и Украина ведут себя снова как бараны, лохи полные по отношению к Беларуси, вместо и Приднестровью, вместо того, чтобы нейтрализовать это, все время вот это вот сопли жуют. Так вот, смотрите, что дальше получается. То есть, Путин проверял Такаева, он лояльный или не лояльный. И Такаев ему лично отказал, лично, и по признанию Лугандонии, Лугандонии и по ордену Невского не взял из рук царя, так сказать, последующего Петра I, орден Александра Невского. То есть, Такаев себе смертный приговор, что подписал. То есть, вместо того, чтобы быть мальчиком на подтанцовке и поднимать Путину, как бы все так его поднимать и поднимать, как это Симоньян делал, оно не поднимается, но надо поднимать, да? Вот. И вместо того, чтобы там Путину, типа, в воду добавлять, Виагру, он, наоборот, его все время тушил. Путину, конечно, это не понравилось. И тем, кто в его команде, да тоже, я думаю, они уже выводы сделали. И вот что будет сделано? Оно как бы для этого готово. Ну, вот смотрите, делится этот самый Казахстан на области, да? Ну, на эти свои, там, джусы, или как там они называются. И на области, там, в Чечне, там, тейпы, а тут джусы, там. Ну, такая как раз центральному этому большому джусу принадлежит. Вот смотрите, доля русскоговорящего, ну, типа, русского населения, но это без украинцев и белорусов, и еще там немцев и так далее. Акмалинская, ну, фактически вся вот эта северо-восточная часть Казахстана. Акмалинская область на начало 22-го года, на 1 января 22-го года, 31, ну, почти 32 процента. Актюбинская, там, 10, Алматинская, 12, на самой Алмате очень много русских говорящих. Атераузская, там, вообще, 4,87, Западно-Казахстанская область, 18, Жамбылская, 9, а вот Карагандинская область, 34,2. То есть, смотрите, Акмалинская, 32 процента, Карагандинская, 34, почти 35, Кастанайская, то есть Кустанай раньше, 40 процентов, почти 41, вот вам уже 3, Павлодарская, 34, почти 35, Североказахстанская область, 49, почти 50, Восточно-Казахстанская область, 34, почти 35 процентов. Город Алма-Ата, почти 23 процента, ну, там еще даже больше. А у них больших городов нет, там Нор-Султан, там у них еще Шемкент, ну, и все там что-то. То есть, получается, что, по сути, у него, вот смотрите, Акмалинская, раз, ну, Западно-Казахстанская, там чуть меньше, ну, условно, два, Карагандинская, три, Кастанайская, четыре, четыре, Павлодарская, пять, Североказахстанская, шесть, Восточно-Казахстанская, семь, и Алмата восемь. Восемь. То есть, практически из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, и три города, семнадцать. Из семнадцати субъектов таких, да, демографических, территориальных, в восьми, а может даже в девяти, можно спокойно поднять, так сказать, в Нур-Султане тоже там есть их, где-то одиннадцать, три, четыре русских, ну, то есть, где-то пятнадцать, семнадцать процентов русскоговорящих. То есть, это достаточное количество. Фактически, можно спокойно организовать, то есть, в пятидесяти процентах Казахстана будет очень нестабильная ситуация. Более того, это все области с высоким уровнем промышленно-экономического, финансового, банковского потенциала, научного, учебного, интеллектуального, исследовательского, культурного, и так далее, и так далее. То есть, это те, которые реально сегодня держат Казахстан. Ну, не те же, которые там на этих пастбищах где-то там бегают в этих полупустынях и в этих степях. Таким образом, у Такаева очень такая нестабильная ситуация. И можно говорить, что сейчас вот эти там очень мощные русско-сепаратистские движения, они сейчас, конечно, выступят после того, что произошло в Ленинграде, Санкт-Петербурге, где Такаев обкакал, так сказать, кремлевского вождя. Вот. И сейчас они вдарят по нему. Вдарят очень сильно. И мы будем с вами, я думаю, этого свидетелями. Ну, тогда что-то же должен будет Китай прокукарекать, коммунист Циньзепин, так сказать, вождь всех времен и народов после Мао-Цзэдуна. Потому что это будет уже фактически такая же Циньзепину, так сказать, подписал всю, принял от него патент направления. Поэтому я думаю, что будут ухудшения отношений сейчас у Путина с Циньзепином. Ну, с другой стороны, Путин будет толкать сейчас Китай на то, чтобы он начал войну с Тайванем. И произошло очень важное событие еще одно. Китай спустил с большой помпой на море доделал третий авианосец свой. Ну, то есть, помните, да, Кучма этот рыжий. Я говорю, не продавайте этот наш авианосец недостроенный. В Николаеве, кстати, его не достроили. Но продали его. Ну, понятно, что это получили отступного, бабло, процент. И тогда Китай врал, что, ну, всегда, коммунисты, когибисты, они всегда врут, что это будет просто такой музейный экспонат, там будут люди ходить, экскурсии и так далее. Но они его переоборудовали и дали ему название. Этот, так сказать, авианосец защищает теперь морские рубежи Китая. И вот это они изучили, конечно, плюс, конечно, выкупили из рабства украинских там, в Николаеве и в других местах, ну, и в России тоже специалистов по этому строительству авианосцев. Создали там это все дело и уже успешно построили, ну, все там скопировали и все копировали. Они же сами ничего не умеют делать. Все скопировали и вот уже сделали таким образом третье авианосец. Вот я бы вам хотел такую вот такой, такие, как бы такой букет событий такой показать и кипану такую вам сделать всем. Поэтому что можем сказать, что после этого Ленинградско-Санкт-Петербургского анабиозного форума Путинско-Такаевско-Симоньяновского вместе с этими лохундрами девочками вот практически Санкт-Петербург превратился в большой дом проституции такой в большой публичный дом. Вот. Ну, значит Ленинградцам нравится это раз они это ну а что столько денег заработать в этот период потом можно полгода не работать. Вот. Ну, тем более сколько приехало и с Африти вождей и талибы приехали и еще же кто-то приехал. Правда, никто не знает. Лукашенко и то никто не видел. Был Лукашенко, не был Лукашенко. Где Лукашенко? Он же без него ни один форум раньше не проходил. А так вообще никто не приехал. То есть в полном Путина так сказать опустили по полной программе выгребную яму с его этим формом. Но зато что я же говорю шлюхи приехали. Ну, опять-таки там же это город самой большой шлюхи этой Катерины так называемой. Поэтому шлюхи идут к шлюхам. Это же понятное дело. В Одессе до сих пор этот памятник шлюхи там у них в центре стоит памятник большой воины. И они меня спрашивают как будет в Одессе. Ну, Одесса накрыта большой Катеринской ну, она же не Катерина а Вагиной так что вы думаете что с вами будет. Ну, это так отвлечение конечно. Ничего плохого не хочу в Одессе там пожелать. Тем более Боря Джонсон туда приехал. Был там ему понравилось. Да и мне очень нравится Одесса. Шлюху только уберите эту. Чего вы ее не уберете? Она вам только горе приносит. Тем более не она же вам город этот основала. Город был он уже ж копали там окопы там амфоры вообще там выкопали которым тысячи лет. Там стояло нормальное город стоял на этом месте греческий город стоял мощнейший это ну, Катерине видно дал кто-то там выписали рукопись что там город был. Вот она и потом взяла раскопала и сделала как Петр Первый Ленинград построил. Не он его строил там город до него был. Ладно. это такая говорят тайная история может есть может нет может просто легенды. Ну вот я бы вам вот это рассказал один такой спектр небольшой событий 17 числа. Вы с Олегом Соскин на моем канале до новых встреч до новых встреч с 11. Редактор субтитры